Вот короче такой лажи я не допускаю. Вот такой вот лажи я не допу... Дорог, Ютуб. Если ты до сих пор используешь гистограмму, то знай, ты старпёр. Зумеры используют зебру. Это супер очешуительная штука, появившаяся уже много-много лет назад в беззеркальных системах, которые отображают на экране в реальном времени переэкспонированные области. Если коротко, пересвет там, где зебра. Индикация пересвета доступна на многих беззеркальных системах, но самое классное, на мой взгляд, на системах Sony, потому что она имеет достаточно хорошую пластичность. Её можно настроить. Вы можете выставить порог экспозиции, при котором будет активироваться индикация зебры. К примеру, на камерах Sony, если выставить зебру на порог 100+, то зебра будет отображаться на тех участках, которые имеют 100% пересвет. То есть в этих участках уже нет никаких деталей и ничего вытащить не выйдет. Лично я использую порог не в 100+, а просто в 100 уровней. В этом случае индикация зебры будет соответствовать яркости близкой к пересвету. Вероятнее всего пересвет будет в одном из трёх базовых каналов, к примеру, только в красном на коже лица. Но в любом случае некоторые детали вытащить оттуда получится. В портретной же съёмке нам очень важна пластичность и объёмность кожи модели, поэтому, не допуская появления зебры на лице, мы имеем очень хороший пласт информации, которую можно проявить без появления артефактов. Запомните, при пороге 100 в настройках экспозиции самое главное не получать зебру на лице модели. Ну-ка скажи быстро, что самое главное? Самое главное не получать пересвета на твоём теле, зебры чтобы на тебе не было. Ты вообще видел? Я вообще не опар. Зебра на уровне 100% даёт маленький запас информации даже на тех участках, на которых она появляется. К примеру, на моих стильных тапках я выставляю экспозицию таким образом, чтобы зебра была на грани исчезновения, но она всё же присутствует. В результате имею идеальный кадр с полным насыщением на детали даже в самых ярких областях. У тебя зебра на лице. Стой. Сейчас я уберу зебру. Всё, зебру убрал, всё, экспозиция чудесная. Но тут мягкий свет, поэтому здесь не так уж это и заметно. А вот если я буду брать контровой свет, то в контровом освещении эта тема будет более важная. Если вы хотите сохранить детализацию яркого бэкграунда, то можно экспонировать картинку, отталкиваясь от показаний зебры на фоне. Зная то, что зебра на уровне 100 даже на маркируемой области имеет детализацию, можно делать кадры с зазебрением фона. Благо дело, Sony сделали гениальную вещь. Всё, что выходит вверх за пределы 100 уровней, уже не зебрится. К примеру, в этой области зебра исчезла. Это означает, что там появляется оверэкспоуз, потеря деталей, разорванное пространство-время, конец света и так далее. В зависимости от сцены вам нужно решать, допускать пересвет на фоне или нет. Если мы хотим получить суперширокий кадр по динамическому диапазону, то нам надо экспонировать так, чтобы у нас зебра не показывалась на облаках на заднем плане. Вот я делаю фон таким образом, чтобы не появлялась при 100% зебре белая плашечка в центре экрана. Как только она появилась, всё, там 100% пересвет, он мне не нужен. Поэтому я чуть-чуть сделаю запас, выдержку поставлю немножко покороче и всё, Оксана получается супер нормально проэкспонированный, не супер черный, не супер афроамериканкой. А задний план у нас имеет все детали. Но могу в хлам на самом деле пересветить, потому что здесь главный портрет. Иногда порог индикации зебры можно изменить и выбрать более низкие уровни. Стратегия работы с экспозицией в этом сценарии поменяется. Мы будем отталкиваться не от цели избавиться от зебры на лице, а наоборот. Наша задача будет выставить экспозицию таким образом, чтобы зебра появилась строго на лице. При 80 уровне, получая зебру на лице модели, мы получим идеальную экспозицию для, ну, светлых типов кожи. Ну а 70 уровень будет идеален для темнокожих. А опустив уровень до нуля, вы можете идентифицировать недоэкспонированные области. Так что зебра умеет не только в пересвет, но и во тьму. Думаю, это очень крутая штука для архитектуры и пейзажа. Лично я не использую альтернативные уровни, всегда снимаю насоточку и пользуюсь первым способом управления экспозицией. Это когда нужно избавляться от зебры на лице. Для меня он самый удобный, но тут важно понимать то, что к нему тоже нужно привыкнуть, потому что есть своеобразные неоднозначные ситуации. Особенно, когда вы снимаете в контровом освещении, свет падает по касательной на тело вашей модели и выбивает некоторые участки тела. Тут нужно наперед предугадывать и понимать, в каких участках вы можете себе позволить пересвет, но в каких нет. В общем, дерзайте. Еще одна новость. Через неделю у меня стартует онлайн-курс по фотографии. Там будет абсолютно все. От настроек камеры до продвижения и монетизации вашей фотографии. И все это будет в 12 крутейших таких прям насыщенных занятиях. Я буду рад, если вы присоединитесь. Обязательно поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал. Этому я тоже буду очень сильно рад. И до встречи в новых видосах. Пока. Правую ногу на носочек поставь. Да, поднимай. Класс. Смотри налево. Ага. Никуда не уходи. Ну-ка ты тут этого самого, не этого. Кто тут фотограф, ты что-нибудь? Смотри налево. Смотри налево. Смотри налево. Смотри налево. Смотри налево.